Один философ сказал, мода женского рода и потому так капризна. Именно такому капризу, то есть моде на романский и готический стиль в архитектуре Одессы, обязан своим появлением знаменитый Шахский дворец в начале улицы Гоголя. Но принадлежал он отнюдь не чудом уцелевшим средневековым рыцарям. Был построен для богатого польского помещика и мецената Зенона Карловича Бжазовского, который приехал в Одессу из Подоле. Особняк создан по проекту талантливого одесского архитектора Феликса Викентьевича Гонсеровского. В конце 19 века особняк Бжазовского переходит в ведение города и используется городскими общественными организациями вплоть до 1909 года, когда все сооружения комплекса приобретает персидский шах, владевший им до 1917 года, вследствие чего и укрепилось название Шахский дворец. В 1906 году в Иране Персии, по другим данным, в 2008 году, вот тут какая-то запутка, видно, надолго длилась, в Иране Персии произошла революция, кстати, не без участия сбежавших из Одессы потемкинцев. В частности, один из потемкинцев Гончарова, они же ноги морем бежали из Одессы, из Констанции, он командовал артиллерией восставших. Персидский шах Мохаммед Али был свергнут, разгромивший Меджлис шах, лишен трона и переезжает в Одессу в качестве изгнанника родной страны. Гарем шаха, я почему-то считал, был вот тех задних памятников. Нет, сейчас удалось выяснить точно. Мохаммед Али имел гарем на улице Гефта Черноморской. А узнал я об этом, причем на той сползшей в море обрыве, узнал я об этом случайно из-за скандала, который он устроил в городской думе, еще до революции. Дело в том, что капитаны и прогулочные катера, не говоря уже о больших судах, стали специально из-за гарема держаться ближе к берегу. Там эти адолийские загорают, гуляют в верандах в море, бинокли наставляют. Даже стали в порт обявлять прогулочные рейсы, что мы подъедем так близко, чтобы рассмотреть с гарема. Ну, он устроил скандал в думе, вот так стало известно, где он находится, то есть на берегу моря там. После того, как большевики укрепились в Одессе, Шах к ним явился, стал кричать, что он жертва контрреволюции. Он почему-то революцию в Иране именовал контрреволюцией, что он был прогрессивным. И он требовал, чтобы ему вернули дворец, вот так. То есть фигура Шаха появляется и после революции. В связи с этим, куда он делся потом? Ну, видно, эмигрировал уже с белыми, видно, в 20-м году. Дело в том, что многие почему-то считают, что когда Шах убыл из Одессы, то он в нее уже не вернулся. Ну, во-первых, я уже сказал, что в 18-м году Шах, который пытался вернуть себе власть, опять потерпели его войска разгром, и он вернулся в Одессу. Дело в том, что место было занято его сыном. Вот у меня в руках Нива за 1909 год. Тут пишется о перевороте, который привел сына Мохаммеда Али на иранский персидский престол. Но вот интересно, есть одна история еще до появления Шаха в Одессе, но тем не менее связанная с Одессой. Совершенно уникальная история. Вот посмотрите на этого молодого человека в типичной персидской шапочке. Шах, между прочим, тоже постоянно в такой шапочке ходил. Так вот, какая тут приключилась интересная история. Заболела жена Шаха. Тут, правда, не указано, какая по счету. Вообще-то я знаю, что Мохаммед Али был весьма остроумным человеком. И он одному своему другу в Англию написал письмо, где сказал, завидую вам, христианам. Лучше 50 лет прожить с одной женой, чем один год с 50 женами. И вот этой любимой, видимо, жене, бывают и такие, нужно было удалить катаракту. Врач-мужчина такую операцию сделать ей не мог. Ну, все мы знаем по мусульманским законам, кто был даже в нашей Средней Азии, люди, женщины в основном, кто соблюдают ислам, ходят, закрыв лицо, может быть, кроме глаз. Обычай запрещал женщине, тем более жене хана, показывать лицо постороннему мужчине. Было, правда, единственное исключение, мужу могла показывать лицо. Доверенные люди Шаха отыскали в Париже женщину-офтальмолога, караимку, хорошо знавшую тюркский язык. Приехав в Тегеран, она успешно провела операцию. Шах был в восторге. Чем вознаградить спасительницу любимой жены? А, все-таки любимая, говорю. Видите, бывают любимые жены, а то многие не верят. Это должна быть очень высокая награда. Вы замужем, спросил преисполненный благодарности властелин. Неотропка, ответила врач. Я награжу вас так, что вы будете счастливы всю жизнь. Приказал позвать моего советника. Явился Шавшал. Учитель, вы женитесь на этой женщине, тоном нетерпящим возражений возвестил он. Она заслужила такого мужа, а вы достойны ее. От дворца к улице Приморской сбегает неширокая лестница. Ее также построил Феликс Гансиаровский. Говорят, первый опыт был неудачен, и лестница сползла под своей тяжестью вниз. А это грозило архитектору серьезными штрафными санкциями. И Гансиаровскому пришлось строить лестницу заново, уже за свой счет. Когда поднимаешься по ее ступеням, здание медленно выплывает из густой растительности над кромкой обрыва, как на киноленте. Сначала появляются зубцы верхних башен, затем сами башни и мощные стены, и, наконец, величаво открывается весь двухэтажный массив, окруженный развесистыми акациями и пирамидальными тополями. Двор спрятался за стенами основного здания и двух примыкающих к нему корпусов. Раньше в него входили со стороны улицы Гоголя, где возвышались монументальные ворота с калиткой в виде подъемного крепостного мостика. Это здание напоминает старинные английские замки. Объемы в два этажа теснятся друг к другу, восьмигранные башни и декоративные шпили вырываются вверх, и прямоугольные проемы чередуются со стрельчатыми. Сегодня в этом великолепном здании находится банк. Впрочем, одесситы даже тогда, когда здесь располагалось культпросветучилище, а здание было далеко не таким ухоженным, все равно называли его Шахским дворцом. Такие же организации различные были в этом дворце уже после Шаха. Ну, одесситы еще помнят о Доме творчества, как он тут был, культпросвет. Ну, та организация, о которой пословица говорит, учение света, а не учение культпросвет, да? Культпросвет училища. В 18-м году во время революции во дворце чрезвычайный революционный штаб. Был тут и штаб французской 156-й дивизии Бориуса. Был и профсоюз в моряков в 19-м году, председатель, между прочим, матрос-железняк. Помните, который шел на Одессу, а вышел к Херсону, но в итоге оказался все равно в Одессе. Училище культуры, музей современного искусства. Это уже вот наше время было, уже после реставрации дворца. Я даже припоминаю, что ведь при нем был уникальный филиал музея старого, старая Одесса, которым руководил, я этот зал, как сейчас помню, легендарный знаток Одессы, к сожалению, уже покойный, Рудольф Цепоркис, легендарный Цепоркис, памятный многим краеведам. Ну вот такова довольно бурная история дворца. Продолжение следует... Продолжение следует...